Алина, привет! Привет! Рада оказаться в твоей однокомнатной квартире. Ну, сразу, я обожаю, когда картинка много чего дает понять о том, что сегодня будет. Но все же в двух словах, в каком городе, в какой квартире, площадь из 100 потолков? Сейчас мы в городе Краснодар, находимся в моей квартире. Она была сначала однокомнатной, стала студией. Здесь 49 квадратов вместе с балконом. У меня немаленький балкон, целая лаунж-зона, поэтому посмотрим. Класс, пойдем смотреть. У меня сразу первый вопрос про розовый цвет стен. Как решилась? Потому что сначала я купила холодильник, а потом решила делать ремонт в квартире. Сначала я оплатила этот холодильник на сайте, поняла, что он розового цвета. И мы с дизайнером начали разрабатывать дизайн квартиры, отталкиваясь от холодильника. Это была моя детская мечта, как и в принципе, мне кажется, что моя квартира, это как будто бы комната маленькой девочки, которой у меня не было. Я жила вместе с сестрой в комнате и всегда мечтала о своей комнате. И вот я ее завела себе, наконец-таки, по 25 лет. Круто. Слушай, ну и правильно, потому что для кого еще, если не для себя любимой? Пойдем посмотрим кухню сначала. Вот ты живешь одна? Я живу одна с кошкой. Нам достаточно... А вот нужна тебе такая большая кухня? Ой, я вообще не выбирала особо кухню. Вот так получилось, что кухня появилась по остаточному принципу. Я сначала сделала весь ремонт в квартире и переехала, и жила полгода вообще без кухни. И мне считали ее так дорого, там 300-400 тысяч рублей. Я все не могла эмоционально подготовиться к этой затрате, потому что я не ем дома, не завтракаю, особо не готовлю. И для меня это вообще не рентабельная потрата денег была. И потом мне вот предложили готовый вариант. Моего брата-друг сам делает кухню. Что-то за 80 или за 100 тысяч рублей мы ее сделали. И вот я только согласилась для того, что мне очень дешевый прайс дали. И я особо и не выбирала. И как бы... Вот предложили, такую и поставила. Вот единственное, что вот этот мрамор лежал, ждал кухню, потому что барная стойка тоже была изначально. Это отдельно изготавливалось. А вот этот весь конструктив... Единственное, что долго мы спорили с моим кухонщиком насчет этой дырки сверху. Он говорит, что она всех раздражает. Ну и тогда дай комментарий свой. Тебя не раздражает самое главное? Меня не раздражает. И мне реально кажется, что это самое главное. И в принципе такая большая кухня, но у меня все разместилось. Я здесь храню продукты, а тут храню посуду. И там дальше посуду. Как-то даже не особо пользуясь кухней, я задействовала всю рабочую площадь, которая здесь имеется. Просто, мне кажется, коробочками всякими и едой. Хорошо. А если ты кухню не выбирала, значит, есть, например, вещи, которые тебя удивили, и ты такая, о, как удобно? Ой, ну, наверное, только вот эта вот штучка, то, что вот можно, оказывается, из-под масла ставить такая... Что есть вот такой шкафчик. А так все остальное суперобычно. У меня суперобычная бытовая техника, суперобычная вытяжка. То есть это как раз та позиция бюджета, на которую я сэкономила, если честно. То есть это не какие-то бренды. Ну, кухня всегда дорого, да. Да, а я вот как-то не видела для себя надобности в затратах на кухню, поэтому здесь у меня был принцип более-менее симпатичная и дешевая. Вот это самое главное был критерий выбора и вытовой техники, и самой кухни. Класс. А минусы есть? Ну, наверное, то, что она белая, как, в принципе, вся квартира. Ты один раз поготовил на ней, и нужно всю кухню помыть, потому что вот здесь что-то приклеилось. Вот даже сейчас идет съемка, я увидела, что здесь наряпана. Это, наверное, самый главный минус, то, что она пачкается. Ну, хотя, мне кажется, любая кухня, хоть она черная, хоть она зеленая, ты все поготовила, она испачкалась. Просто здесь более видно, чем на другом цвете. А вот этот розовый цвет вообще изначально задумывался. Это мелованная краска. На ней можно писать маркеры, у меня на балконе лежат маркеры. Я думала, я буду писать здесь список продуктов, что мне нужно купить, там какие-то рецепты, напоминания или что-то такое. Когда я переехала, это превратилось в стенку воспоминаний. Мне здесь все друзья писали какие-то надписи. Потом пришла моя мама, говорит, ты живешь как будто бы в туалете школьном, это просто ужас какой-то. И мы покрасили еще раз ее. И я теперь вообще не пользуюсь. Как бы вот, казалось, не идеальная идея из Пинтереста, которая не оправдала своих ожиданий в плане использования потом. Поэтому она осталась просто розовая. Мне очень нравится, что у тебя отзывы все такие прям практичные. Спасибо большое. Вот мне уже очень все нравится. Когда готовилась к этому интервью, поняла, что мне кажется, я не очень стандартный резидент вашего шоу, потому что я старалась максимально, минимально вовлекаться в ремонт. Я говорила своему дизайнеру сначала, пока мы не разошлись, что я готова просто отдавать деньги, ничего не контролировать. Просто я супер клиент, который хочет... Я сама работаю в сфере услуг и готова на услуги тратить деньги. Потом получилось, что мы с ней не сошлись в ценах на ремонт, который мне предоставил. И начала быть моим прорабом моя мама. То есть я получила удовольствие, экстаз от ремонта, потому что все, что я выбирала, это какой розовый, какой синий, берем или не берем. Потому что все вот эти ад ремонта пал на мою маму. Я ей передаю благодарность, респект, спасибо большое, мам. Все вот это вот размер не сошелся, не там отрезали. Это все пал на мою маму. Я только... Прекрасно. Наслаждалась покупками. Как, в принципе, вот этим креслом. Я его купила, когда уже переехала, потому что не могла найти место, где мне работать. Это кресло называется утроба матери. Считается, что это самое удобное положение для сидения. То есть лучше всего в нем работать. Ты, получается, садишься, ножки держишь, ручки у тебя подставка здесь, и ты вот так работаешь за компьютером в полностью расслабленном состоянии. Очень удобно, кстати, тоже оказалось, что я здесь нечасто работала в итоге. Но то, что у меня есть, это меня радует. Чаще я здесь вещи складываю. А где купила? У нас есть такой в Краснодаре магазин Дисонда. Это просто вот дизайнерские вещи подаются там. Я там купила как раз эту люстру, которая вот здесь. Я делала национальные свадьбы раньше, и моя мама смеется, что это отголоски моего прошлого, что меня переклинило на эту люстру из-за армянских свадеб, которые я раньше организовывала. Но мне она очень нравится, я от нее в восторге. Мне кажется, она добавляет какой-то шарм. Это мой дизайнер не планировал. Это вот я пришла за креслом и ушла с люстрой еще, и вот с этими двумя светильниками. Сами мы придумали, как мы их поставили. Да, вот я про них тоже хотела спросить. Здесь у меня такая композиция из свечек. Я обожаю свечки, цветы живые, какие-то смешные подсвечники. Это как будто бы мой маленький, знаешь, как у ведьмы. Я здесь устраиваю ваш шабаш, поджигаю свечки, всякие пахучки. Лягушные лапки, паучиные глаза. Да, занимаюсь вот этим. Привет, друзья! Я открыла новый шортс-канал. Его очень удобно смотреть с телефона в вертикальном формате. Это короткие видео до минуты с самыми классными советами, которые вы можете встретить у меня на основном канале. Все в одном месте, разбито по каталогам и удобно для восприятия. Подписывайтесь, не пропускайте. Мне нравится, знаешь, у тебя сочетание дорогого и бюджетного. И поэтому бюджетная, ну вот, например, кухня, смотрится более выигрышно. Круто. Ну, она такая вот фоновая, мне кажется, просто кухня очень. У меня еще вот есть в плане бюджета вот это решение занавеска. У меня вот такая спальня. Получается, что студия, а спальня не отдельно. Но чтобы иметь какую-то иллюзию отделения пространства, сделали мы занавеску. Такие милые фонарики, тоже такой, как из детской комнаты. Мне очень хотелось из детства. Я всегда хотела балдахин себе и фонарики, чтобы у меня были в детстве. Посчитали, мне сначала дизайнер рисовал. Здесь все, такая стеклянная металлический конструктив. Должен было быть, как будто бы лоджия. То есть прям отдельная комната, ты как бы заходишь. Потом мне посчитали там что-то 280 тысяч или около того. Я думаю, вот ткань за 40 тысяч нам подходит. Нет, стекло не нужно, мы обойдемся тканью. И мне кажется, получилось еще лучше, чем планировалось на эскизах у моего дизайнера, если честно. Даже нежнее как-то получилось, чем стекло и какое-то конструктивное. Ну, особенно ты гештальты свои закрыла, самое главное. Да, главное, что я могу закрыться в балдахинчике. Еще вот здесь у меня, получается, внутри есть шкафчики. Тут я использую для постельного, а тут храню книжки или какие-то там игрушки. Ну, прикольно. А вот смотри, кровать прям так хорошо вписалась в ширину стены. Стена возводилась? Или это просто кровать на заказ? Нет, стена это есть, это кровать под заказ сделали сюда. То есть она вписалась, потому что кровать изготавливали, но она стандартного размера под матрас получилась. То есть просто вот этим мякушкой ее размер сделали правильно. Вот моя кошечка пришла. Да, я вижу, хозяйка квартиры. А как прикрепила ты тюль? Как занавеска. То есть такая же вставленная штука с крепежами и просто как тюлевая занавеска. Как вот этот свет сюда провели, не знали. Мама говорила, что очень сложно это было. Я не знаю, почему. Слава богу, что я не знаю, почему это сложно. Знаешь, я еще весь ремонт, когда мы делали, маме что-то говорю. Она говорит, Алина, это очень сложно. Говорит, мама, я не понимаю, что тут сложного? Это же просто. И она как-то справилась с этим совсем. Мне еще очень нравится, как сделал вообще, в принципе, дизайнер. Сделал самую важную вещь, то, что он все раззонировал. У меня была очень большая прихожка, и он очень классно решил вопрос с тем, что он отрезал прихожку и превратил прихожку в шкафы. То есть у меня вот здесь потайные шкафы. Получается, что прихожка кончалась там, где конец шкафа по ширине. То есть была такая еще глубина была у прихожки. И он, получается, надстроил шкаф, срезал кусок прихожей. И я до сих пор восхищаюсь этим решением, если честно, потому что я без гардероба в своей квартире я бы не выжила. У меня вот чай шкафов, вот чай шкафов. И здесь еще как кладовка получилась там, где зимние вещи хранятся, или летние вещи, когда они не нужны. Ну и там всякие гладилки. У тебя, я вижу, здесь хранится сушка. Сушка вещи. Здесь у меня немножко бардак, потому что это моя кладовка, в которой живет Гарри Поттер. Здесь у меня стиральная машинка планировалась сверху. Вот здесь еще осталось место для сушилки, которую до сих пор я не купила. Но мне очень советовал дизайнер, что это очень классная вещь. А у меня стоит самая дешевая стиралка. Я думала, я куплю все себе Милли, я хотела, или Босса. Не помню, что-то я хотела, но это было дорого. Я бы купила временную стиралку, которая осталась со мной уже на 2 года. Пока что до сих пор мы живем с временной стиралкой. Когда-нибудь здесь появится и стиралка, и сушилка. Тут я храню сумки свои, и снизу кошачьи всякие принадлежности. Тут у меня хранятся шляпы, вещи, мои чемоданы, потому что я часто езжу куда-то, и куртки. И в таком вот хаусе какие-то вещи еще хранятся для стирки, для уборки. Все максимально здесь собираю я. Вот этот шкаф, прихожую мы делали на заказ под обувь. Ну, так, чтобы она по ширине вошла. То есть она заужена под размер обуви, чтобы не расширяться. И по размеру вот на 3 отсека я ее заказывала на заказ. Что-то там отдала 18, по-моему, тысячи. Что-то до 30 тысяч рублей точно отдала за эту штуку. Это я уже жила, и через время какие-то вещи появлялись у меня в квартире, когда я пожила и поняла, где мне это удобно поставить, как это должно выглядеть, как я себе это представляю. То есть я вообще, получается, что человек, который переехал в квартиру во время ремонта. То есть я делала, купила квартиру. Она начала только строиться, был котлован. Поэтому я купила квартиру очень дешево. Я живу в бизнес-классе, а моя квартира стоила до 3 миллионов рублей. Это очень дешево. Сейчас она стоит около 10 миллионов рублей в нашем доме без ремонта. И когда сдался дом, у меня был миллион рублей. Я зашла в отделочный ремонт, и когда закончился миллион рублей, оказалось, что ремонт не кончился еще. Как всегда и было. Да, это был мой самый большой шок. Мне казалось, что через миллион рублей я перееду в квартиру, уже буду здесь жить и спать. А через миллион рублей просто были стены, полы, потолки и кухня. И все. И потом я начала потихоньку что-то докупать. Там на кровать у меня хватило денег, на барную стойку у меня хватило денег постепенно, постепенно. А потом, когда я поняла, что до въезда в квартиру у меня там осталось закупить в Икее все, что мне нужно, чтобы жизнедеятельность включить, потому что был матрас, кровать уже была, телевизора не было, не было кухни, была ванна, самое главное, грубо говоря, и кровать. И я переехала. И постепенно, пока жила, решилась на кухню и какие-то вещи докупала, которые у меня здесь есть. Вот диван. Желтого дивана тоже не было. Была просто барная стойка и вот эти барные стулья. А вот у тебя барная стойка, кстати, так интересно сделана. У тебя там хранение. Может, еще и розетки есть? Да, розеток у меня здесь нет. Тут просто отсеки. Эти ручки я купила, кстати, в Индии на рынке. Он был без ручек. И ручки я просто на рынке купила и вкрутила сама. Ну, здесь хранится всякая одноразовая салфетка. Вот здесь я храню все, как раз, свои свечки. Вообще планировала здесь хранить. Прямо думала, что у меня будут бары. Здесь у меня будут барные какие-то стаканы. Я буду крутить коктейли, я не знаю. Вообще, в принципе, когда я начинала делать квартиру, я давала своему дизайнеру такое техническое задание, что это квартира для вечеринок, что здесь часто будут приходить гости, друзья, тусовки происходить. Но вот пока я здесь живу, постепенно мои планы на жизнь меняются. И поэтому и квартира изменяется вместе со мной, мне кажется. А вот сколько ты в итоге потратила на ремонт? Я думаю, что все вместе. Ну, вместе совсем, да. Где-то около 2 миллионов рублей. Привет, друзья! Переходите на мой телеграм-канал. Там я часто показываю вам красивые фотографии и рассказываю о лайфхаках, которые мы находили в этих видео. А также пишу различные тексты. Очень интересно и полезно. Вопрос у меня про дизайнера. Нужен он был? Я считаю, что дизайнер в любом случае нужен. Нужно хотя бы консультацию дизайнера в любом случае брать. Вот какие есть материальные возможности с кем-то об этом профессионально поговорить. 100% стоит. Потому что где поставить розетки, вот это зонирование, как что отрезать, сносить стенку или не сносить стенку. Потом у меня был вопрос с балконом к нему. Потому что здесь на балкон тоже был закрыт. То есть была как лоджия отдельная. Мы это все ломали. То есть в плане планирования, да. А в плане бюджетирования, мне кажется, не каждый дизайнер может тебе помочь, к сожалению. У всех разные принципы работы. То есть в плане профессиональных навыков, где что поставить, как что разместить. Это очень важные советы. А вот где дальше уже, у кого брать электрику, кто будет тебе плитку клеить, где ее купить. Тут уже, в принципе, может человек, если у тебя есть время и желание, разобраться и сам, если тебе хочется. Я просто хотела максимально от этого оградиться, усмотрю, какая цель на ремонт. Но, в принципе, что-то выбирать самой тоже было увлекательно. Без дизайнера. Пойдем посмотрим твой балкон. Тут еще должно было быть все доделаться, доделываться. Опять же, я планировала, что здесь будет внизу такая, как сидение. Как в Турции ты заходишь, такое сидячее кресло внизу. Как чай такой, да? Миски, да, типа чай пить. Но купила кресло-подушки по 3 тысячи рублей. Думаю, ну вот сейчас руки дойдут, доделаю здесь ремонт. Руки не дошли. Осталась такая вот лаунж-зона, где мы с моими гостями. Я разрешаю себе курить в квартире в оконном, потому что я уже взрослая. И могу все что угодно в своей квартире делать. И они здесь отдыхают в креслах-подушках. А тут у меня, опять же, небольшой беспорядок. Потому что мне здесь все хранится для моей работы. Или вот мне часто дарят алкоголь. И я его сейчас не пью, хороню, складирую его здесь. Какие-то книжки. Тоже такой творческий беспорядок. У меня коробочки для колец. Я до сих пор организовываю свадьбу, храню здесь реквизит. Ну или какие-то свои трофеи с работы, которые у меня остались. Здесь такой у меня уголок. У меня, кстати, есть классное решение здесь. Тайная комната. Вот так. Это причем мне предложил сделать застройщик. Получается, здесь у нас в доме проведены такой как бы дизайн дома, чтобы не было видно кондиционеров. И они разрешили сделать сюда дверцу. И тут можно хранить какой-то стройматериал. Все некрасивое. Да, что не жалко, что может промокнуть, потому что здесь нету изоляции от воды. Ну а так вообще, в принципе, прикольно, что есть такая тоже маленькая подсобочка. Это такой бонус. Еще лишний квадратный метр, который нам не считали. Получился. Пойдем еще с тобой посмотрим диван. Пойдем. Потому что я же всегда ищу хороший. И вот хочется узнать, во-первых, отзыв, во-вторых, где купить, если он относительно недорогой. Ой, я купила вообще диван очень недорого. Что-то за 36 или 38 тысяч рублей на диван.ру. Вот так просто зашла, увидела желтый диван. И не думая, купила его. Через два дня мне его привезли. И ребята собрали. И вот мы с ним великолепно живем. Еще вот такая штука под ноги к нему прилагалась за 36 тысяч рублей. Я считаю, что это очень дешево. А вот ты не жалеешь то, что ты сделала из, по сути, двух комнат одну общую? Ну, то есть превратила большую площадь в студию? Я не жалею, потому что изначально, мне кажется, как делаешь ремонт, должен представлять себе, как ты будешь в нем жить. Вот я понимала, что я не буду каждый день варить. То есть я варю борщ. Это какой-то ивент для моих друзей. Когда мы варим борщ, на следующий день приходит моя уборщица. И это все ее проблемы. Она это каким-то образом потом решает. Так, чтобы я здесь каждый день готовила. У меня такого просто нет. Если я готовлю, у меня мощная вытяжка, я там проветриваю. Потом у меня сильно нет дискомфорта. Я пшиху какими-то ароматическими штуками. Так, чтобы я жарила рыбу какую-нибудь после рыбалки здесь на масле. У меня такого не бывает. Поэтому такой проблемы нет. Но если у человека другой немножко образ жизни, возможно, это проблематично. Так у меня в основном здесь доставка еды какая-нибудь, которая вот в бумажных тарелках собрали, поели и сразу же вынесли за дверь на мусорку. Или если готовим, то это какой-то минимальный ивент, развлечение больше, чем какая-то масштабная готовка. Мне даже если в холодильник посмотреть, пойдем посмотрим. Там самый смешной холодильник, мне кажется. Вот потратить 170 тысяч на холодильник и хранить в нем набор из тортиков из Икеи, которые остались. Два вида колбасы, огурец и сыр, и молоко. И вот зато у меня есть целая куча масочек. И вот здесь еще одна куча масочек. А так в основном... Вообще-то еще повезло, что еда есть. Это я просто вот сейчас три дня подряд буду дома по утрам. И в принципе вот я только завтракаю. Бутерброды какие-то делаю, яичницу жарю, что-то такое. А так бывает, что вообще дома нет еды. Особенно если я питаюсь из коробочек, вот это вот питание для спортсменов. Вообще еды нет. Мы с тобой не заглянули пока что в санузел. А вообще-то это тоже большая статья расходов. И интересно, что же ты там придумала. Мне повезло, если честно, что у меня был заказчик, у которого свой магазин сантехники. И мне сделали скидку на сантехнику где-то процентов 40, наверное. И поэтому... Прекрасно. Мне повезло. У меня вроде какая-то хорошая сантехника, как они мне сказали. Я надеюсь, что это так. Такой миниатюрный санузел. Тоже, кстати, здесь практически все, что придумал мой дизайнер. Осталось таким, какой он и есть. Потому что с этой комнаты начинался ремонт. В принципе, вот это он придумал такое зеркало. Здесь есть отсеки для косметики. С хранением. Классно. Да. И... Ну, тут, получается, обычные шкафчики для вещей. Угу. У меня есть холодильник для косметики еще в ванной маленькой такой. Вау, такое бывает вообще, да? Я его купила на Асосе еще в те времена, когда Асос существовал в России. Это моя последняя покупка на Асосе была, кстати, примерно. Ну, вот тут уже я покупала какие-то в H&M штучки для хранения косметики. Вот такой у меня туалет. Здесь написано, что это Санита Люкс. Я не знаю, это хороший туалет или нет. Хороший, да-да. Все хорошее. А вот душ или ванная? Мне просто тоже не видно. Ванная. Вот кошка моя в ванной. Ванная. Вот. Почему оставила ванную? Потому что многие, когда делают ремонт, все-таки убирают, делают душ, делают как можно просторнее саму ванную комнату. Я просто люблю вот эти ванные ритуалы. Мне было очень важно. Я вот ванну, кстати, это, наверное, единственное, что вот я не по фотографии купила. Я поехала с мамой и лежала в ваннах. Представляла, как я буду в ванной лежать. Это тоже, мне кажется, какие-то отсылки вот к этой детской истории с детской комнатой. У меня куча всяких бомбочек из лаша, всяких солей, там, чего-то еще чем-то помазаться. У меня прям вот есть после тренировок или там после сложных каких-то дней, я прям реально тот человек, который может собрать ванну, полежать в ней, посмотреть сериалы. Поэтому мне было это очень важно. Я понимаю, что это не очень практично, потому что это не так часто происходит. Но хотелось оставить себе такую возможность в своей квартире, учитывая, что вот я делала прям ремонт. Все, все мои гештальты должны быть закрыты. Все мои детские мечты воплощены в жизнь. Поэтому здесь вообще речи не стояло, что ванна должна остаться. Прикольно, вот придумали вот здесь в ванной, получается, проход во всем проводам. Можно вытащить, и она так вверх вынимается, эта штука. И там под ванну можно пролезть, получается. И выглядит аккуратно очень. Есть минусы? Наверное, нету. Вот такое прикольное дизайнерское решение мне есть, что внизу плитка, получается, она как соты медовые. И наверху подсвечник также сделан, получается. Ну вот освещение, получается, в плитку в такой же форме. И это освещение как-то делал электрик сам. То есть это LED-лампа? Да, 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 да. Ее собрали, получается, чтобы она как-то перестукивалась с полом. А давай заглянем в ящичек, в дверцы над унитазом. У меня был какой-то крутой сантехник, по мнению моей мамы. А моей маме очень сложно угодить, поэтому... Значит, у меня, Лин, остался, по сути, вопрос про пол, что у тебя на полу, и что у тебя со светом на потолке. Насчет пола, это... Я так поняла, что это не дерево, это какая-то плитка, которая имитирует дерево, но которая... Ламинат какой-то, который отталкивает воду. Кварцевый ламинат. Который, там, что-то супер не пачкается, какой-то супер, там, как мне мама сказала, какие-то новые технологии. В общем, сказала, берем такой, я согласилась. Просто цвет тут мы выбрали, что он такой белесый немножко. Выглядит как дерево. Кварц-винил, наверное, называется. Но и стоило недешево, насколько я помню. Электрика тоже. Какая-то непростая у меня электрика, потому что вот у меня есть фонарики, которые розовые. Они вообще выключатели прям в кровати находятся. А здесь, вот, в общей зоне, у меня, получается, три выключателя. Один в прихожей, точечный свет, один в стороне телевизора выключается, один в стороне кухни. То есть, вот сейчас мы полностью выключили. То есть, три выключателя на три разные зоны. Вопрос у меня. Пожив здесь, ты бы сделала что-нибудь по-другому? Вот я уже живу здесь два года, и я поняла, что я уже очень сильно начинаю меняться. Ну, то есть, что мы с этой квартирой когда-то друг другу надоедим. То есть, будет момент, когда мне нужно будет признать то, что я выросла, и расстаться с этой квартирой, переехать в что-то вообще другое цветовой гаммы, возможно, настроение. И пока вот это ощущение того, что мне нужно дальше формируется, я живу вот в своей подростковой квартире. Потому что я купила 21 год квартиру, заехала, получается, в 22 года в квартиру. Вот прожила здесь счастливые два с половиной года. И не могу сказать, что это прямо надоело мне. Нет такого, что меня давит какой-то цвет. Или, как моя мама говорила, господи, как ты будешь здесь жить, это похоже на психушку. У меня такого нет. Я чувствую себя здесь прямо как дома, я сюда хочу приехать, мне здесь очень комфортно. Но я просто понимаю, что следующая моя квартира будет вообще абсолютно по-другому выглядеть. Если вообще я когда-нибудь войду в эту историю с ремонтом, если честно, то для меня важно в ремонте вот эти вот моменты практичности. Мне очень нравится, когда классно зонировано, когда рентабельно распределено пространство. Когда продумал мой дизайнер, где у меня будет лежать утюг, где у меня будет лежать для него доска, где у меня будут лежать эти предметы. Эти вещи 100% в плане практичности останутся со мной. А в плане дизайна, я думаю, что все изменится. Хочется уже потемнеть теперь что-то, если честно. Алин, в конце видео герой дает какой-нибудь совет моим зрителям. Я думаю, что мы с удовольствием послушаем твой. Классный мой инсайт, если так, чтобы это было связано из жизни с квартирой, что очень классно учиться не заниматься тем, на что у тебя правда нет времени. Это как раз инсайт, над которым я сейчас сама по жизни работаю. Научиться делегировать и по-настоящему отдавать какие-то задачи в руки профессионалов, платить за это деньги, понимать, что это стоит денег, и хороший специалист не стоит дешево. Согласна. Поэтому я за то, чтобы вы рационально тратили свое время, вы потратите деньги на хорошего специалиста, он, возможно, вам даже сэкономит какую-то сумму. Это я вот по своей работе могу точно сказать, что человек, который делает 50-е в своей жизни свадьбу, а не первые, или 50-е ремонт в своей жизни, а не первые, у него точно есть для вас какие-то дельные мысли и советы. Доверяйте людям, освобождайте свое время, занимайтесь тем, что вам на самом деле приносит удовольствие. Класс. Алин, спасибо большое. Прям отзывается твой совет. Ребят, если вам тоже отзывается, понравилась квартира, понравились идеи, ставьте лайк, пишите комментарии к этому видео, задавайте вопросы и, конечно же, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых выпусках. До скорых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»